Доброе утро, мои дорогие, мои хорошие, мои любимые телезрители! Спасибо, что вновь вы смотрите «Утро с губернией». Очередной выпуск рецептов. Мы сегодня приготовим дальневосточную версию салата оливье. Вместо колбасы, варенки или курочки мы будем использовать красную рыбу. Для начала все ингредиенты нужно подготовить. То есть картофель сварить, куриные яйца также отварить, начистить, нарезать, смешать в общей тарелке. В каком порядке нарезать ингредиенты абсолютно не имеет значения. Вот я сейчас нарезал яйца, сейчас займусь огурцом. В классическом салате оливье он используется соленый, у нас будет использоваться свежий. Далее добавляем горошек, чтобы он тут нас в сторонке не смущал. После чего займусь картофелем очистить и порезать. Морковь я, честно, в традиционный салат не добавляю, но в этот решил все-таки добавить. Думаю, что хуже от этого не будет. Ну а далее в ход идет слабосоленая кита. Ее мы также нарезаем мелким кубиком и отправляем в общую тарелку. После рыбки в ход идет зелень, петрушечка, укропчик. Нам остается заправить все это майонезом. Майонез, как вы понимаете, у меня традиционно от торговой марки МЖК «Провансаль». Он приготовлен из натуральных ингредиентов. Его, кстати, практически невозможно найти в каких-то других регионах Дальнего Востока, потому что на транспортировку, на экспорт тратится много времени, а так как в составе данного продукта используются натуральные ингредиенты, срок годности у него небольшой. Перед тем, как посолить данный салат, обязательно его попробуйте. Вдруг ваша кита не такая уж и малосольная. Давайте будем честны. От традиционного салата оливье этот, конечно, весьма далеко и реально ему уступает. Но, тем не менее, сейчас и не новогодние праздники, поэтому порадуйте себя чем-нибудь интересным. Правдин приготовил, приятно подкрепиться.